Ну что ж, сейчас я предлагаю Саше перейти к нашей гости, которая уже нас заждалась, и обсудить очень важную тему. Она касается национальных проектов, и, конечно же, в первую очередь это касается Крыма. У нас в гостях Анна Рубель, депутат Государственного совета Крыма, председатель комитета по вопросам здравоохранения. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вы знаете, сначала я в первую очередь хотела бы узнать по поводу вашего такого негативного решения, которое касается молодых студентов, медиков, приехавших к нам из-за границы. И вот вы решили их наказать санкциями. Ну, по крайней мере, высказывались именно в таком ключе. Почему? Чем они вам не угодили? Меня немного удивляет то, как вы, журналисты, умеете все-таки правильно писать заголовки. Давайте немного внесем ясность в эту ситуацию. На сегодняшний день по территории всей Российской Федерации заключаются целевые договора со студентами, которые готовы обучаться на бюджетной основе, но они в то же время берут на себя обязательства, чтобы отработать, так сказать, за этот подарок от государства, отработать в сельской местности или в тех регионах, куда они будут направлены. И в этом случае слово, которое было в заголовке «санкции», оно мне вообще не нравится. Я не разделяю вообще позицию журналистов. Это не мера наказания, это не штраф, это всего лишь те обязательства, которые студенты брали на себя, подписывая этот договор. То есть, грубо говоря, если мы покупаем пирожки в магазине, то пирожок должен быть свежий. Это обязательства продавца. Мы должны заплатить за это определенную сумму. То есть, это такие договорные отношения, которые зафиксированы договорами. Поэтому я очень позитивно отношусь к нашим студентам. Я хочу сказать, что я сама выпускник нашей медицинской академии. Для меня очень важно то, какой сегодня имидж врача. Мы в Республике Крым, руководство наше, два наших лидера, они всегда стоят на стороне докторов. Это подтверждают и те региональные льготы, которые есть сегодня у наших медицинских работников. И то, что программа у нас работает, и земский доктор, и земский фельдшер. То есть, мы со стороны Республики максимально пытаемся привлечь специалистов в Крым и в труднодоступные регионы. Поэтому, повторюсь, обожаю, люблю наших студентов в медицинской академии, но взятые обязательства нужно выполнять. Так, по-моему, было всегда и при Украине тоже всегда отрабатывали. Вы все правильно говорите, да. Вот я же повторюсь, мастера заголовков. Скажите, пожалуйста, Анна Дмитриевна, а вот какой имидж сегодня у крымского здравоохранения? И, конечно же, мы понимаем, что Владимир Владимирович огромное внимание уделяет вообще этой теме, этой проблеме по всей России, не только в Крыму. И, конечно же, есть у нас некоторые пробелы, которые нужно исправлять. Но вот как вы думаете, за что в первую очередь нужно браться? Ну, Владимир Владимирович уже дважды за последние полтора месяца провел совещание по первичной медико-санитарной помощи. То есть это то, с чем сталкивается население Крыма и всей России в первую очередь. То есть это поликлиники, ФАП, амбулатория. Это то, куда пациент будущий попадает в первый раз. И, безусловно, мы можем строить новую больницу «Симашка». Это спасет тысячи жизней. Но человек с простудой, он этого там в селе Белогорского района, он не ощутит этих изменений, если терапевта не будет на месте или он там не сможет бесплатно получить какой-то лекарственный препарат. Поэтому абсолютно правильное было решение со стороны нашего президента заняться именно этой темой. И сегодня уже в этот процесс вовлечена вся Россия, в том числе и Республика Крым. Уже есть конкретные поручения президента и министра федерального по своей линии. Сегодня мы формируем здесь, на территории Республики Крым, уже потребность по дооснащению ремонтов уже существующих ФАПов. Уже сформирована программа по строительству новых. То есть предполагаются еще дополнительные меры социальной поддержки. Но пока закон будет не принят, не могу об этом говорить. То есть я думаю, что с такой федеральной поддержкой, как и сегодня есть у Крыма, ну и, собственно, и таким взглядом серьезным нашего руководителя, нашей страны, я думаю, что мы сможем справиться с этой непростой задачей. Потому что поликлиники, собственно, очереди, это правильная организация работы самого медицинского учреждения. Однозначно, что если нет специалистов, очевидно, что сколько бы мы ни старались, доктор может принять одного пациента в 12,5 минуты, не больше. Но, тем не менее, правильная маршрутизация пациентов внутри самой поликлиники, то есть в каком помещении он будет ожидать этого приема, как он получит информацию о том, какой доктор, на какое время он записан. То есть вот этот комфорт нахождения наших пациентов в поликлинике, это все умещается в один такой серьезный проект. Он уже в сфере времени будет закреплен на территории Российской Федерации уже официальным постановлением правительства Российской Федерации. Это новая модель «Бережливая поликлиника». Сегодня, несмотря на то, что пилотный проект не затронул Республику Крым, надо отдать должное нашему региональному министерству. В прошлом, позапрошлом году ряд поликлиник города Симферополя вошли в этот проект за счет наших региональных средств. То есть мы решили пойти на опережение. Но этот пилотный проект проявил себя очень здорово. «Бережливая поликлиника» подтвердила свою эффективность. Ну а расскажите более подробно об этом проекте. Многообещающие. Многообещающие. Ну, кстати, у нас на коллегии Министерства здравоохранения были небольшие дискуссии, почему «Бережливая поликлиника». Ведь мы должны не беречь пациента, а вроде как лечить. Поэтому были по поводу названия некоторые споры. Ну, в первую очередь, это то, куда попадает пациент. Это холл, например, поликлиники. То есть там должен стоять кулер. Если это жаркие регионы, например, Крым, там должен быть кондиционер. Должно быть специально автоматизированное место, где он может получить информацию о том, в какой кабинет ему попасть. Как получить талончик, если это предполагается в этом медицинском учреждении. То есть должны висеть экраны, чтобы на первом этаже, сидя в удобном кресле, он мог увидеть, когда подойдет его очередь, например, на третьем этаже. Значит, если это все-таки пациент решил пройти ряд исследований, или это ему необходимо, он двигается не с пятого на третий, со второго на четвертый этаж, а он двигается по определенному маршруту, то есть не, как бы сказать, удобным для него и для врачей. То есть он заходит в кабинеты по очереди, находясь в коридоре подряд. Анна Дмитриевна, извините, пожалуйста, что вас перебиваю. Время, к сожалению, летит совершенно незаметно. То есть должно быть пациенту комфортно, очередей должно быть меньше, и пациенту максимально должен быть, ему должно быть удобно находиться и получать медицинскую помощь. Вот это задача этого проекта. Спасибо большое. Спасибо большое. Я напомню, у нас сегодня в гостях Анна Рубелия, депутат Государственного совета Крыма, председатель комитета по вопросам здравоохранения.